всем всем добрый день меня зовут елена ронина я рада приветствовать вас у меня на канале который называется культ поход с писателем сегодня понедельник и по понедельникам мы читаем из моих рассказов из моих книг ну вот сегодня у нас такой считайте праздничный день потому что вышел мой новый роман и он называется морозный ангел и и серии близкие люди романы елены рониной и вот пользуясь моментом я решила что я немножко почитаю вам из этой новой книги но поскольку в общем авторские права теперь все у издательства иксмо поэтому у меня совсем маленькие маленькая возможность вам что-то из этой книги почитать поэтому прочитаю самое начало пролог и первую главу и так чуть-чуть перечитаю в общем это все что я могу себе позволить хочу сказать что я как раз эту книгу сейчас читаю готовлюсь к своему к своей презентации библиоглобусе и всех вас на эту презентацию я зову и приглашаю она будет проходить 2 февраля в магазине библиоглобус 1800 поэтому милости просим там естественно книги можно будет и купить я вам их подпишу но скажу что о чем этот роман тот кто будет этот этот роман покупать в магазине или скачивать на интернет-ресурсах книга сейчас продается везде во всех интернет-магазинах ее можно купить в лабиринте озон читай город бук бери бук 24 вальбери с общим кругом она есть и в принципе во всех крупных магазинах она тоже сейчас есть и вроде бы даже вы знаете неплохая бумага хорошо издана роман о любви роман о том что мы чувствуем когда нам кажется что вот эта самая любовь или отношение наши в любви и в наших привязанностях дает трещину что делать как с этим быть как это пережить более того вот эту самую тему я провожу через несколько пар потому что мое абсолютное убеждение что этого не не надо бояться и каждая пара рано или поздно переживет этот момент это нормально но вот как этот мой момент пережить как его вот пережить так чтобы не осталось рубцов не осталось последствий но вот я рассуждаю на эту тему в этой книге поэтому сама я ее эту книгу писала не просто вы ее когда прочитаете мы на моем уже youtube канале обязательно поговорим об этом романе мне я с удовольствием о нем поговорю но после того как вы его прочитаете то что мне писать было непросто вот меня спрашивают как правило откуда рождаются мои сюжеты я что-то слышу что-то вижу слышу какие-то рассказы вижу каких-то людей и у меня возникают какие-то мысли ассоциации но дальше я должна влезть в шкуру каждого героя и вот в шкуру или в тело в женщины и в тело мужчины и поскольку здесь несколько таких пар которые переживают сложные моменты своей жизни этот роман правда мне дался очень непросто я даже думала что я его читать не буду но вот начала читать и в общем в общем читаю и вот мой главный помощник в этом романе это вот этот вот мой ангел у него есть имя но это только вот с колокольчиком все как описано в романе вот я описывала его это мой большой друг и моя большая благодарность ему то что он был со мной смотрел на меня я с ним каждый день здоровалась когда садилась за письменный стол вот и он меня очень поддерживал поэтому это вот такая работа наша наверное совместная ну что давайте немножко почитаем и так елена ронина морозный ангел слоганы этой книги такие в жизни не бывает случайностей и 2 все решает человек или за спиной у каждого есть ангел-хранитель который помогает ну и аннотация книги еще назад неделю назад лара была уверена в своей семье и жизни любящий муж сын впереди отпуск в болгарии но уезжает она в смятении и растрепанных чувствах кажется жизнь перестала катиться по накатанным рельсам красавец на пляже это просто ни к чему не обязывающее знакомство или начало нового жизненного витка кто знает ну вот такая аннотация ну что давайте почитаем издательство xmo 2022 год все события персонажи вымышлены совпадение с реальностью случайны фото автора на обложке анна леонтьева вот пожалуйста милости просим анечку благодарен а сейчас со мной все фотографии которые вы видите это анна леонтьева анечка леонтьева и так пролог люди думают что мы посланы осуществлять их мечты кто-то считает что мы сохраняем им жизнь предсказываем уберегаем это не так мы не можем менять жизнь мы не можем вмешиваться но мы можем направлять мысль можем заставлять задуматься нет вы не подумайте что мы внедряемся в голову мы не какой-нибудь чип мы вообще в технике ничего не понимаем мы больше про природу наше это солнце луна закат дождь ветер и это немало мы можем послать ливень чтобы побоялись выйти из дома или ветер укажет направление куда смотреть или к примеру восход солнца вы пошли его встречать с человеком с которым вознамереваетесь прожить всю жизнь и вдруг видите что он совсем даже не на горизонт смотрит она припаркованный на холме автомобиль она конечно тоже неплохо стало быть амбиции все такое но звоночек для вас есть мы интуиция или еще говорят сердце подсказала думайте как хотите может и сердце а может вы просто умные и вполне можете обойтись без нас нам все равно мы лишены тщеславия мы живем вашими радостями именно мишка взорвал тем утром ленивую атмосферу солнечного берега это теперь мой лучший друг согласно пусть будет так как зовут друга мишка вопросительно посмотрел на мальчика незаметно толкнув его плечом при этом стояли они уже приобнявшись как закадычные друзья тот среагировал мгновенно матвей матвей это очень красиво и красиво нужно было как-то реагировать но лара привыкла в этом весь мишка лучший друг а как зовут спросить не удосужился я уже пригласил с нами завтра в неброска но это правильно сделал только не его а матвея и не неброска не себр поправила сына лара а родители матвея согласны замысловатое название мишка тут же выкинул из головы какая разница неброска не себр делов то такая особенность сына либо буквы в слове переставит либо с ударением ошибется но не себр пусть так главное это друг закадычный а он с папой отдыхает мишка легонько треснул мальчика по лбу твой радак не откажется не он все делает что я скажу по первому требованию господи какие дети сумму уверенные судя по всему матвей ровесник миши стало быть ему тоже восемь лет плюс минус или все-таки постарше лара всегда удивлялась как сын лихо командует взрослыми ребятами это кто тут делает все по первому требованию к ним навстречу шел импозантный молодой мужчина но прям с обложки модного журнала высокий подтянутый с модной стрижкой в красивой футболке пола все мамаши на пляже мгновенно перестали разговаривать и уставились на лару но это надо же столько молодых красивых женщин вокруг на любой вкус хочешь по возрасту выбирай хочешь по внешности можно даже по цвету кожи и такое имелось на золотых песках светлого волоса и мальчиков полно и ровесников этого самого матвея тоже с детьми отдыхают как правило сплошь мамочки в болгарии в основном мамочке российского происхождения и тут на тебе какая удача мальчик с папой приехал парень мог выбрать себе в друзья любого тем самым украсив пляжную жизнь его мамы а он пошел на поводу у какого-то активного мишки в жарком ленивом воздухе повесло возмущение кто она почему повезло ей они им мамочки смирили оценивающим взглядом лару и поняли что шанс у них еще есть папа матвея тоже смирил взглядом лару и стало ясно что шансов у нее никаких вы удивляетесь неожиданным встречам потом все списываете на судьбу и каждый из вас мечтает о судьбоносной встрече и о встрече человека своей мечты лихо закрутил но это все ваши мысли мысли о мечте бывает ли мечта дурацкой нет никогда мечта это всегда свет это движение вперед это как воздух как попутный ветер на корабле как объятие в которой хочется утонуть мечтайте а мы рядом поработаем вашим сердцем глава 1 расписка совместный бизнес лара приехала на отдых в растрепанных чувствах она пыталась гнать от себе дурные мысли снова и снова занимаясь аутотренингом показалось ей все это просто кажется ничего еще не произошло столько лет вместе пройдено прожито она своего мужа знает как облупленного он для нее открытая книга с гладкой белоснежной бумагой и четким крупным шрифтом читается легко и приятно сюжет совершенно предсказуем по жанру скорее билетристика или эссе и ни разу не детектив а уж тем более не психологический триллер с чего это она так завелась если не верите подозревать то можно сойти с ума но да собирается он в какой-то отпуск бедней без нее и что это критично подумаешь они всю жизнь ездили вместе и будут ездить вместе она же сама отказалась идти с ним в этот его медвежий поход или он не предлагал да наверное не предлагал неужели все таки ей не кажется да нет же просто он помнил как она относится к подобным путешествиям и знал что никогда бы она не согласилась по собственному желанию отправляться к медведям в гости ясное дело ее сбила с толку та его расписка до их поездки в болгарию оставалось всего два дня дел не в проворот лара крутилась как белка в колесе и рабочие вопросы нужно было доделывать и мишкины проблемы решить она отпросила сына у классного руководителя на неделю раньше путевки подходящие удалось купить именно на эти даты со скрипом отпустили еще в их жизни была музыкалка экзамен сдали домашний концерт отыграли но обязательно нужно было получить еще задание на лето и тренировка еще это будь она не ладно но мишка свой баскетбол не променяет ни на что голова кругом но впереди долгожданный отпуск ничего выдержит лара умела собраться распланировать и как итог все и всегда успевала алексей позвонил неожиданно загляните по пути все равно мимо проезжаете ты же знаешь на все плотно но очень надо после рождения сына алексей призвал жену к помощи в работе уверен мы должны работать вместе мне нужна твоя поддержка твоя интуиция мне с тобой спокойнее и потом так как ты ориентируешься в цифрах не ориентируется никто на тебя я могу положиться какая такая поддержка я еще со старого места не уволилась и в декрете я еще год могу сидеть увольняйся и брось этот декрет и бог кому он нужен сказано было так будто прилагалось ларе теперь всю жизнь прожить в неге и в праздности и понятное дело в богатстве но у нас же сын вот именно у нас и сын и семья семья должна сплотиться вокруг сына и заняться наконец одним делом лар тогда даже пожаловалась свекром мол столько ждали этого ребенка а тут придется прибегать к помощи нянь просила повлиять на мужа ребенок должен расти при маме а лучше еще и при папе скорее всего в душе они были согласны но произнести вслух что сын принял не совсем верное решение они никак не могли опять же были опасения как бы того самого самого долгожданного младенца не кинула ли на их надежные плечи так что вместо поддержки лара услышал очередную лекцию на тему как выбрать себе мужа такие лекции читались ларе не впервые и вот опять свекровь галина поликарповна резонно отметила что лара сама себе мужа выбирала уж какого выбрала она и сына передала хочешь воспитывай хочешь перевоспитывай в голосе слышались победные нотки да уж с просьбами лара к ним никогда не обращалась и это только начало подразумевалось в норовоучениях поликарповны свекр как всегда развел руками что означало ну да правильно именно к помощи нянь и придется прибегать а у них и без мишки дел по горло и лара вышла на работу в компанию мужа сначала все было непросто а потом она выторговала для себя жизненный баланс да она работает но не полный день и не полную рабочую неделю муж легко принял данный вектор ко всему общему удовольствию поначалу лара еще пыталась жаловаться партнером видимо на фоне послеродовой депрессии она тогда вообще много плакала чуть что сразу закипала нервы были не к черту один из партнеров мужчина средних лет по дружески осадил скажи мужу спасибо на чертате эти кастрюли молодая активная сама развиваешься и за мужем присмотришь да и за финансами заодно а не нравится приходи работать ко мне возьму не глядя лара попыталась перебить партнера на фразе про кастрюли тут же не про кастрюли речь шла про ребенка немного разное как ей казалось приглашение поработать конкурента даже немного добавила гордости вот стало быть и другие ценят ее рабочие качества но больше всего ее убедили аргументы про финансы и присмотр что тут скажешь прав старший коллега к бабке не ходи смотрит в самую суть она быстро втянулась процесс няню нашли надежную родители тоже помогали по мере сил и возможностей потом правда долго жаловались что таких детей они еще не видели хоть секунду бы на месте посидел но не сидел мишка на месте ни секунды не полсекунды это ж не ребенок это шило алексей таким не был так и лара вроде такой не было но вот такой ребенок с фантазией может он ученым будет или фокусником оправдывалась лара пока он все сделает для того чтобы мы до этого момента не дожили убегая от них каждый раз причитала поликарповна как такое можно говорить это ж ее внук ларочка но ведь твои родители вообще не помогают да неизвестно что лучше или хуже но лара приспособилась мишка рос бизнес развивался кстати благодаря ей тоже она была очень организованной рутину поручила няне более глубокое воспитание как то кружки а потом школы и уроки только она сама работа стала еще одним ее детищем и прав был муж совместным с любовью взращенным не все ясное дело было всегда гладко и спорили для дохрепоты как говорил мишка сейчас папа придет с работы и вы начнете ругаться почему ругаться мы спорим обсуждаем рабочие процессы а чего же так тарелками а стол гремишь гремлю да ужас это мы так правду ищем и проблемы решаем а проблемы возникали постоянно поэтому даже в свои свободные от работы дни лара с мишкой частенько заглядывали к отцу на работу по пути из одной школы в другую даже за полчаса можно кучу дел на работе переделать заодно и алексей мог сыном пообщаться как бы муж не был занят все дела откладывались в сторону вечером приходил с работы поздно выжатый как лимон а тут еще полный сил и сам с удовольствием ненадолго отвлекался ну что мих победил контрольную а ты сомневался лучшая работа в классе неужели пять не дотянул пока три работа все равно лучшее морозный ангел она хорошо помнила те свои ощущения самые первые всего-то телефонный звонок но она сразу почувствовала что-то не так какой-то холодок как будто мимо пронесся маленький снежный ангел и подул на щеки раз его же нет а холодок с ним улетучился покажется же такое эти доли секунды она вспомнит уже потом а тогда просто развернула свою тойоту заедем к папе мам но мы опоздаем ничего меньше будет возможности разнести спортклуб мишка сбурчал на заднем сиденье разнести клуб когда я что разносил придумаешь тоже сын сразу пошел в отдел к инженерам зажигать какие-то лампочки она как всегда без стука просунула в голову в кабинет мужа директора вызывали что стряслось у нас тренировкой через полчаса нам хватит десяти минут алексей вышел из-за стола потянул лару за рука дежурно чмок в щеку или не дежурно и опять ощущение того что в комнате кто-то есть откуда этот холодок опять ангел странный какой-то ангел ангел должен быть теплым и солнечным а этот только что с мороза морозный ангел какой-то морозный ангел опять как будто пролетел между ними не задев не обдав холодом а создав холодный поток воздуха и опять на доли секунды вот муж протянул ей листок бумаги что это лара пробежала глазами по бумаге написанной от руки расписка сегодняшнее число и подпись она еще раз повторила что это ну ты прочти лара попыталась вникнуть хотя буквы уже поплыли перед глазами она попыталась взять себя в руки выдохнула и уточнила то есть если с тобой что случится и ты не вернешься то фирма перейдет ко мне так все правильно а почему ты должен не вернуться но мало ли что там что опасно ну не очень займался алексей но хотел бы я чтобы эта бумага лежала в сейфе невнятно промок промямлила лара но тогда дом поговорим это собственно не о чем говорить взгляд в сторону и в пол нет не в пол в окно тот взгляд в окно ее почему-то насторожил больше всего именно тогда она в окне увидела ангела морозного мальчишку ярко светило солнце мальчишка был совершенно засвеченным какие-то контуры лук стрелы и весь как будто бы замазан неровной белой краской и взгляд такой жалостливый мол предупреждал же а ты не верила ну вот такое начало у книги у романа морозный ангел морозный ангел елена ронина серия близкие люди романа елены ронина издательства эксмо 2022 год ну вот я надеюсь что я настроила вас на этот роман и вам будет интересно и вы его прочитаете чтобы потом обсудить его но главное конечно не это книги читают не для того чтобы их обсуждать наверное надо для того чтобы все таки сделать какие-то выводы что-то объяснить себе в своей собственной судьбе найти какие-то ответы на вопросы которые вот сегодня стоят перед вами в вашей жизни я очень надеюсь что эта книга вам поможет может быть она знаете скрипит какие-то семьи может она вам позволит и поможет посмотреть на ситуацию другими глазами с другой стороны не наделать глупости здесь и сейчас ну вот собственно об этом сегодня хотела с вами поговорить меня зовут елена ронина я писатель канал мой называется культ поход с писателем вот сегодня мы ходили вот только что пришли из книжного магазина эту книгу мне купил мой муж он ее не читал и читать я думаю не будет он мои книги сейчас уже не читает ну и не надо ему про это читать главное что я ее написала этого уже достаточно он мне ее купил вот и мне купил и маме купил и своей маме купила свои для своей мамы он ее послал кстати говоря на день рождения она сказала что это был для нее лучший подарок что подарков было много но и в том числе была книга оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки конечно если вам понравилось мое видео но и конечно пишите отзывы о моей новой книге да и если вы москвичи то жду вас 2 февраля 18.00 в библиоглобусе с удовольствием вам эту книгу подпишу ваша елена ронина и чао чао а